прямо сейчас поведу рассказ про футбол ссср во времена правления леонида брежнева когда были и триумфы и падения гордость от осознания силы советских команд и позор провалов плюс вмешательства политики футбол союза все что вместили в себя 18 лет правления брежнева с конца 1964 по конец 1982 вкратце но ничего существенного не пропуская этот материал как и другие последующие делаю без интернета только имеющимися под рукой материалами со всеми отсюда вытекающими поехали как только в московском кремле воцарился леонид брежнев как многие запреты и табу его предшественника никиты хрущева полей коснулась и и спорта футбола в частности уже осенью 1965 года на верхах было решено пустить советские клубы в европейские клубные турниры под эгидой уефа но все же из-за боязни провала в кубке чемпионов тбилисская динамо не заявили а только динамо киев в кубке обладателей кубков более чем уверенные победы хлопцев деда маслова на первых двух этапах на слабыми соперниками убедили футбольных начальников клубы ссср нормального евро уровня не повлияло на позитивные решения и четвертьфинальный разгромки являно целтика с общими 1 4 во первых играли в январе и когда советского футбола спячка во вторых уже очень быстро через полтора года украинская динамо взяла реванш у шотландского клуба остановив действующего обладателя кубка чемпионов на первом же этапе этого турнира осенью 1967 года 2 1 глазго и 1 1 киве это был первый резонансный большой успех советского клубного футбола над командой мирового топ уровня хоть и локальный но все же успех впервые за шаг от триумфа в еврокубках остановились московские динамовцы константина без кого когда добрались до финала кубка кубков 1972 где проиграли скандальный финал шотландскому рейнджерс из глазго чьи фанаты буквально смерчем прошлись по барселоне и парочку раз останавливали финал выбеганием на поле фактически сорвав концовку поединка когда динамовцы сократили еще до минимума 23 в следующем евросезоне впервые в истории советского футбола весенние четвертьфиналы пробилась два клуба чемпион и киевская динамо вполне могло в одессе обыграть мадридский реал но так ни разу и не поразило ворота королевского клуба 0 0 и 0 3 а московский спартак одолев мадридский атлетико потом на равных сражался с будущим триумфатором итальянским миланом 0 1 1 1 1 1 международные триумфы в ссср принесла украина киевская динамо под руководством тандема валерий лобановский олег базилевич весной 1975 года выиграла очень сильный по составу кубок кубков где главными фаворитами были мадридский реал английский ливерпуль португальская бенфика psv нидерланды айнтракт франкфурт на мане последних двух динамовцы прошли по пути к триумфу разгромив финале венгерский фернсуарош 3 0 осенью 1975 года пришла пора триумфа в суперкубке европы украинцы дважды обыграли двукратного обладателя кубка чемпионов западно-германскую баварию все три безответных гола забил олег блохин особенно европу поразил его шедевр в мюнхене и в итоге форвард киевского динамо с огромным отрывом выиграл золотой мяч лучшему игроку европы 1975 который был вручен в киеве в марте 1977 года перед ответным четвертьфиналом кубка чемпионов все с той же баварией блохин не забил пенальти в первом тайме зато последние 10 минут буряк с пенальти и слободян делают общую победу 21 и прерывают таким образом трехлетнюю гегемонию баварию в кубке чемпионов впервые советский клуб в полуфинале кубка чемпионов и это была третья громкая победа советского клубного футбола на топ клубов мирового уровня и в третий раз ее добыли киевляне четвертая тоже будет достигнута динамовцами только отбилискими осенью 1979 года слепой жребий выбрал грузинам на первом этапе кубка чемпионов сам ливерпуль боба пейсли подопечных на дарах алказ и такой зигзаг судьбы только завел еще больше и после 12 в англии последовало 3-0 в тбилиси и опять вся европа в шоке и рукоплечит представителям и загадочного ссср закрытого железным занавесом и ход тбилисцы на втором этапе дважды проиграли сильному гамбургу из фрг с общими 36 опыт выступлений в самом престижном клубном турнире старого света пошел грузинам на пользу так как следующий евро сезон стал для них триумфальным динамо тбилиси выиграл довольно крепкий по составу кубок кубков где подопечные ахалкадцы прошли весной английский вестхэм и роттердамский фейнорд а других главных фаворитов валенсию рому бенфику добивал карл цейс который и был обыгран финале с решающим чудо голом виталий дорассели на 87 минуте 21 думаю успехи на евро арене могли пойти и раньше если бы в августе 1968 года ссср не бойкотировал еврокубки после подавления пражской весны в августе реакция уефа была молниеносной провести повторную жеребьевку в которой свести в одни пары не только представителей участвовавших в оккупации чехословакии но и вообще все страны социалистического лагеря ответ бойкот который лишил киевская динамо маслова прибывавшего на пике своей мощи выстрелить в европе гораздо раньше 1975 года а заодно и московская динамо с легендарным львом яшином на воротах сверкнуть в кубке кубков кстати потом дважды албанские клубы по политическим мотивам отказывались играть советскими как раз с динамо москва в кубке кубков осенью 1979 и киевлянами в кубке чемпионов три года спустя второе вмешательство политики в советский футбол с негативом произошло осенью 1973 года когда нужно было играть матчи плей-офф за выход на чемпионат мира щили где как раз к власти путем военного переворота пришел пиночет сбросивший режим левых сил сальвадора аренды который пользовался поддержкой ссср пока чилийская команда ждала решения о месте проведения первого матча сначала в мексике потом швейцарии базировалась советские чиновники решили отказаться от варианта игр на нейтральных полях чем заведомо подписали сборная союза приговор потому как неважно с каким счетом ты выиграешь дома дисквалификация за неявку на ответный матч будет однозначно в москве 00 в чили естественно советская команда не полетела и впервые в своей истории оказалась вне чемпионата мира как раз на времена брежнева пришлось самое успешное выступление сборной ссср на чемпионатах мира в англии 1966 команда николая морозова впервые в своей истории выходит в полуфинал чемпионата мира советская команда на полях англии одолела на групповом этапе к ндр 3-0 италию 1-0 чили 2-1 затем четвертьфинале перед советской командой не устояли венгрии 21 увы дальше были только поражения с одинаковым счетом 1-2 в полуфинале от фрг и в матче за третье место от португалии ведомой эйсебио в 1970 году на чемпионате мира в мексике сборная ссср уже под руководством гаврила качалина не смогла повторить свое достижение четырехлетней давности и была остановлена командой уругвая в четвертьфинале победный гол латиноамериканцы провели за две минуты до окончания дополнительного времени до сих пор этот гол вызывает споры на чемпионатах европы ссср продолжал пробиваться в финалы четырех причем советская команда была единственной кто выступал во всех первых финалах четырех где три раза играла в решающих поединках больше того если бы не тормознутость капитана альберта шерстенева в италии 1968 когда финалиста выбирал жребий то и вовсе сборная союза могла сражаться четырех финалах в 1972 году правда не было никаких шансов против бунды с мощи фрг 03 после этого союз оставался вне больших футбольных форумов ровно 10 лет на евро 1976 киевская динамо футболка сборной выиграла групповой этап провально начатый под руководством константина без кого но в четвертьфинале влетели будущему триумфатору чехословакии с общими 24 дальше два подряд отбора советская команда попадала на венгрию и грецию которых и пропускала выше озвученном порядке на чемпионат мира 1978 и евро 1980 причем в последнем случае вышел форменный позор сборная под началом спартаковских тренеров никиты симоняна и константина бескова потом заняла последнее место в группе после греции венгрии и финляндии это было самое позорное выступление сборной ссср за всю историю ее существования и не верьте вранью мол бесков сменивший симоняна перед двумя решающими поединками отбора уже не имел никаких шансов что-то исправить плотность группе была такого что нужно было не проиграть в греции дальше просто обыграть дома финнов и путевка на чемпионат европы в кармане но или нам проиграли 0 1 а финляндию не победили 2 2 на олимпиадах после провала отбора в мехико 1968 пошли три подряд бронзы мюнхене 1972 монреале 76 и москве 80 для советской сборной слабоватое выступление с учетом того что основными соперниками были команды соц стран из таких же профессиональных любителей ведь западным профи путь на олимпийские игры был закрыт в без кого после третьего места домашней московской олимпиады не уволили и он для укрепления дисциплины сборная призвал лобановского и халкации сколотил довольно мощную сборную которая в блестящем стиле выиграла отбор на чемпионат мира 1982 по опросу францфутбола став второй в европе по итогам 1981 года после сборной фрг только вот триумфират уже навязаны без кого на финальный раунд испанского мундиаля повторного позитива не принес в полуфинал советская команда не смогла пробиться хотя имела для этого все шансы но польшу в решающем поединке победить не удалось 00 во внутренних делах ссср произошел явный сдвиг в сторону украины за 18 лет 10 чемпионских званий в 19 советских первенствах 9 раз динамо киев один заря ворошиловград ныне луганск плюс дереванский арарат 1973 динамо тбилиси 1978 и динамо минск 1982 на москву пришли с победы торпеда 1965 спартак 1969 цска 1970 два половинчатых чемпионата 1976 динамо и торпеда и спартак 1979 то есть москва отошла на задворке советского футбола где первую скрипку заиграл киев кубки ссср времен брежнева имеем такой расклад снова впереди всей страны киевская динамо которая добыла победы в 1966 1974 1978 и 1982 годах из которых первых два золотые дубли из украинских команд победы добывались еще львовскими карпатами в 1969 году и донецким шахтюрам 1980 три кубковые победы у московского динамо 1967 1970 1977 по 2 имеют спартак москва 1965 1971 торпеда москва 1968 и 72 арара дереван 1973 золотой дубль 1975 и динамо тбилиси и 76 79 плюс ска ростов на дону 1981 кстати картина такова что чемпионы выигрывали кубок страны всего трижды что еще раз подтверждает истину а непредсказуемости таких турниров вот и вся лаконичная картина маслом советского футбола времен правления брежнева которая позже назвали застоем дальше будут новые материалы по этой теме которые надеюсь все-таки увидят свет на моем youtube канале с вами был саныч до новых встреч